Хэй-хэй-хэй! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинацкий, и мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием Супер Мьякс. Друзья, прямо сейчас вы видите на экранах топ-комментарий из предыдущего видео. Ну и если вы хотите попасть в следующую подборку, не забываем оставлять свой царский лайк и писать, конечно же, комментарии. Ну что, ребята, сегодня, во-первых, хочу обратить ваше внимание, нам так и вернули молот. Как помните, в прошлой серии нам дали вместо молота топор, сказали, типа, как хотите, так с ним и играйте, а теперь вернули обратно. Уж не знаю, с чем это связано, с тем, что мы были недовольны или что мы все были недовольны. Сказать сложно, но в итоге мне как-то с молотом, если честно, более привычно, я рад, что он вернулся, поэтому, почему бы нет, одну серию походили с топором, а теперь обратно с молотом. Ну что, ребята, в этой серии я вам покажу нового босса, поиграем с боссом, немножечко подеремся с ним, я уже, кстати, прошел кампанию на одну звезду, вот ровно до босса. Ну и, собственно говоря, этого босса мы как раз-таки и посмотрим. Также, также я обязательно покажу вам несколько новых сундучков, ну, в смысле, новых, я не знаю, что, премиум бокс-то у меня есть, короче говоря. И, естественно, у нас с вами арена, дорогая, славная, добрая арена, с которой мы сейчас будем тоже разбираться. Ну что, поехали, поехали, наверное, не будем терять время. Тут у меня абсолютно слабый счет, потому что, сами видите, я только в двух рейдах принимал участие, не особо как-то у меня заходило. Поэтому, давайте начнем, наверное, с ящиков, смотрим, что у нас здесь, здесь у нас редкие, редкие, кстати, неплохие два ящика открылись, нормальные. Давайте даже ради интереса еще пять откроем. О, я же говорю, ребят, давайте еще пять, давайте еще пять, чисто затестим, чисто затестим, работает это так, в этот раз без эпика, ну да ладно. Смотрим, что у нас по этим ящикам, пауэр кит, хорошо, пауэр юнит получаем, здесь получаем топливо, здесь получаем еще один сильвербокс с редкой картой, хороший сильвербокс. И премиум, ну-ка, ребята Самая удачливая серия Фууу, клэш Ладно, пофиг, это пофиг, потому что Он просто пойдет на растопку, конечно же До мифика, потом какой-нибудь Другого, какого-нибудь другого Ну что, рискнем? Давайте рискнем Ну-ка, лего, еще, ладно, эпик, пофиг Пофиг, ребят, потому что очень хорошо Очень хорошо, мне уже нравится, как эта серия началась Ну и давайте тогда сразимся с басцом Вот он, вот он наш Враг, ну-ка, закликаю его, ну ладно Не получается, значит просто вот, ух ты, кстати Нифигово тут все так выглядит Ладно, давайте попробуем, давайте попробуем По идее, выиграть-то мы все равно должны В любом случае, вряд ли должны быть какие-то проблемы Но, это интересно Выглядит, по крайней мере, очень даже любопытно Так, давайте через Найт, как обычно, идем Я не думаю, что тут есть у врагов хоть какие-то шансы Ребят, ну потому что, сами понимаете Все-таки первая звездочка Первая звездочка довольно на изи проходится Кстати, там еще сундук будет, тоже приятное Дополнение, так сказать Поэтому, думаю, что мы здесь 99,9% Ультра килл на минус 313 А что в здоровье Кайф Забыл, кстати, что Стоп Так, так, все нормально Мне почему-то показалось на секунду, что Это уже третий Третий танк всего лишь за это время Ну ладно, ничего страшного Так, здесь мы добили Идем дальше сражаться с роботами По дороге можно, в принципе, разрушить И все эти штуки, почему? Объясняю Потому что, ребят, кстати, можно заодно и те тоже взять Так, здесь у нас лечилка Лечилка Слушайте, ну лечилок даже больше, чем нужно Потому что, на самом деле, мы справимся Ой, ой, четыре лечилки За что такая мне радость? Ребята, за что? Ну ладно, я-то против Я-то только за, если честно Так, ладно, поехали на эту полу Не деляться Добили Смотрим следующим Пока что все получается суперизм Сами-то видите Какие-то интересные роботы По-моему, предыдущий был другой, да? То есть они все-таки стали ставить двух разных роботов Все идет У нас с вами четыре лечилки Я вообще не запариваюсь над логикой ходов То есть, как видите, урона я вообще даже не выставлял Потому что, ну, делаем просто вот так Вот, и все у нас становится хорошо Так, давайте здесь тоже все разрушим Кстати, прикольно все-таки, что здесь два босса Мы как-то привыкли к такому, да? Что один босс, и мы должны его свергнуть Просто победить, так сказать Но, теперь по два И это тоже достаточно неплохо Так, идем через Найтфол Смотрим дальше В принципе, даже дрона включить Пускай делает свое дело Блин, жаль, что ему всего лишь минус 18 Достало снести Так, давай дальше Да, 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 да Это все-таки два разных робота Один с мечом был и один вот такой Давайте поблизже к нему подойдем Ну, что я могу сказать? Сейчас мы будем сражаться с боссом И меня даже не столько волнует сама битва Сколько сундучок, который мы с вами получим Вот это мне намного более интересно, конечно И хочется заценить, затестить Так, давайте мы с вами отхилимся Понятное дело, что можно было даже и без этого Но почему бы и нет Так, здесь у нас с вами дропчик И пошли на босса Ну что? Ну что, боссяра, готов? Готов к своей смерти? О, кстати, у него Неплохо, неплохо, надо сказать Давайте выключим двигатель Чтобы у него точно шансов не было Потому что Эта бомбочка Это Нормально Я не ожидал такого от босса Смотрим следующего У него тоже будет эта бомба? Если да, то надо было бы, конечно, наверное Да Да, он, наверное, ее сейчас использует, да? Надо было, наверное, выключить двигатель Ну ладно, ничего страшного В любом случае, это стопроцентная победа Сами видите, что здесь К босс, к сожалению Или к нашему счастью Во всяком случае Без шансов Без вариантов Так Готово И сейчас мы с вами затестим Новый Сундучок Давайте прыжком Мехтеки, Влад Просто развалился Просто развалился на части Так Здесь готово Ну что Смотрим Миссия закончена Сундучок Давай уже Уже хочу сундучок Так Пожалуйста, легендарочку Чтоб сегодня была вообще идеальная серия Ну Редкая, да? Ну ладно Ну ладно Уж что поделать Пускай и редко подойдет По крайней мере Дальше нас будет ждать Затерянная долина И смотрите Там будет энергетический босс Я так понимаю Блин А вот дальше интересно Что фиолетовая какая-то бездна Интересно Так Это мы получаем тоже И здесь у нас Уууу Ну как-то неприятно Все равно пока что серия Очень удачливая Но Ладно Так Здесь У нас все в принципе есть Давайте прокачаемся Наверное немножко Почему бы и нет У нас в принципе есть Возможность для этого Ребят Я бы наверное хотел Заркарас прокачать До Мифика Хотелось бы мне это сделать Поэтому Сейчас посмотрим Что у нас есть Для прокачки Все красное пока вливаем в Заркарес, пускай он станет топовым уровнем, сороковым, а дальше уже посмотрим. Сюда все вливаем, ну, давайте еще вот это вот дадим сюда, чтобы получить еще два уровня. Все, хорошо, буст юзинг, мы, получается, выполнили еще одно задание, Заркарес стал уже таким красненьким, кстати говоря. Что я бы еще хотел прокачать, ребят? В принципе, в принципе, может быть, даже я бы... Сложный выбор, напишите вот в комментариях, реально мне очень интересно. Вот, например, я бы хотел себе ноги прокачать. У меня робот чисто физический, а ноги энергетические. И я вот думаю, может мне прокачать физические ноги, как считаете? Вот есть, например, несколько вариантов. Chromium Crushers, но у них отдача 44.75. Можно Chromium Crushers, можно... Так, что еще? Iron Boots. Вот, у меня Iron Boots есть. И все, в принципе, из физических ног. Либо Chromium Crushers, либо Iron Boots. Вот статы Chromium Crushers, вот статы Iron Boots. Кстати, я уже начал его прокачивать. Это, видимо, для того, чтобы либо надеть, либо, если вдруг что, то можно было бы это использовать для растопки. Если надевать мы не будем его. Поэтому, ребят, ваши комментарии, ваши советы обязательно жду. Даже если вы не очень разбираетесь, можете просто написать, как думаете, как было бы лучше. И это тоже было бы для меня очень, конечно же, ценно. Ну что, в принципе, норм. В принципе, норм. Получаем свою заслуженную награду. И я думаю, что остаток серии мы вполне себе можем посвятить ареночке. Поэтому давайте посмотрим, что у нас там сейчас будет. Кстати, только сейчас я еще заметил, что здесь в арене сейчас есть неплохой бонус. Плюс 100% к золоту. Поэтому с удовольствием громаднейшим сейчас мы с вами постараемся попобеждать. Надеюсь, по крайней мере. Так, первый робот. Но мы сразу же видим, что у него есть горячительная пушка. Вот эта горячительная бомба. Которая очень неприятная, конечно. Так, но зато мы находимся в хорошей позиции. Очень хорошей. Да нет, этого робота мы легко на изи просто размотаем. А второй робот у него, скорее всего, сынок. То есть это, скорее всего, отец. Поэтому думаю, что все будет окей, ребят. Думаю, что все будет окей. Так, здесь мне лучше всего, наверное, сделать вот так вот. Опять же, ребят, очень важно в Супер Мекс не только на пропалую фигачить из всех пушек, которые больше всего урон наносят. Но и... Вот это неприятно, конечно, немножко. Зато, зато, зато... У нас теперь... Ну, он больше не сможет нас перекреть, скорее всего. Очень важно еще тактику использовать. Потому что, как видите, я... Да, я трачу лишний ход на то, чтобы подойти к нему поближе. Но, зато, он не может меня перегреть лишний раз. Правда, вот сейчас вот у меня проблемы уже будет. Поэтому, возможно, что мне даже будет разумнее. Так, у него минус 5 сопротивления. Я, наверное, все-таки прыгну. Я, наверное, все-таки прыгну, ребят. Потому что, да, он еще сможет сделать ход. И у меня опять будет перегрев на следующий ход. Один. Но, зато, следующим роботом он меня уже перегреть не сможет. Поэтому, здесь все будет хорошо. Как бы мне лучше здесь делать? Я, наверное, здесь выключу двигатель. Так. Мой дрончик его добивает. И мы вступаем в битву с его сынком. Косарь. Косарь, между прочим, у него здоровье. Это неплохо, в принципе. А, мы уже поняли, что... Несмотря на то, что это неплохо, у него вряд ли что-то получится. Неплохо, ребят. Вот для нас это реально неплохо. Получаем 2 звезды. И идем с вами дальше. Кстати, неплохо, что здесь еще плюс 100% к золоту. Реально приятный бонус. Реально приятный. Так, смотрим дальше. Что у нас здесь? Неплохой торс. Прокачанный. Сразу видим, как у нас. Пухи. Ну, такое, пожалуй, что не самое мощное, что можно было бы увидеть. Но, неплохо. Посмотрим, что у него по хпшке. Потому что, вполне возможно, что у него... О, здравствуй, малыш. Малыш запер. Ну, посмотрим, что ты сможешь сделать. Ему прям, мы сразу видим. Ему надо с нами сближаться. То есть, у него пухи, с которыми нужно именно сближаться. Выгодно ли нам с ним сейчас сближаться? Нет, дорогие друзья. Не выгодно. Мы просто выключаем двигатель, чтобы он потратил один свой ход для того, чтобы приблизиться к нам. Хорошо. Он выездил. Кстати, на нее я не обратил внимания. Это была ошибка. Это было не самое хорошее решение, так сказать. Ладно, ничего страшного. В любом случае, делаем еще ход. Здесь он потратит два хода на аннигиляцию. Nightfall. Стандартная комба. Ничего нового. Кстати, можно было бы даже, наверное, сделать немножко по-другому. Наверное, даже это была небольшая ошибочка. Блин, вот, кстати, ошибочка, может, и небольшая, но она вполне может стоить нам неприятности, потому что... Так, ну здесь шансы есть. Шансы есть снять ему побольше хп и добить его уже сынком. Тем более, что, как видите, он не может... Так, давайте здесь делаем так. Здесь делаем... Так, лучше всего, наверное, вот так. Вот, наверное, вот так вот и сделаем. Посмотрим, ребят, посмотрим. Надо бы снять ему еще хотя бы... Ну, не знаю, хотя бы... Блин, вот он телепортируется. Это плохо, потому что... Нормально, нормально. Пока есть шансы... Есть шансы на победу. Давайте попробуем через это пойти. Через это. И у него остается 500 хп. Конечно же, сейчас он нас добьет. Это абсолютно очевидно. Кстати, очень неплохо, что ему для этого понадобится... Да, нормально, нормально. Сейчас шансы у нас есть, ребят. Сейчас шансы у нас есть. 500 хп нам надо их снять. 526, 394. Блин, надо было дрона включить. Это была моя ошибка, опять. Что-то... Я давно не играл уже в... Угу, угу, угу. Хорошо, что у нас прошли. Скорее всего, мы все равно победим. Но ошибку я допустил не слабенькую. Если он нас сейчас сделает шатдаун, это будет очень неприятно. А он может его сделать. Интересно, как будет все продолжаться, ребят. Потому что шатдаун... Да, у нас уже шатдаун. Да, это проигрыш. Это проигрыш, ребят. И здесь он абсолютно справедливый. Мы... О, кстати, у него... Блин, чуть-чуть не хватило. Но все равно был бы шатдаун, скорее всего. Абсолютно справедливый проигрыш. Я допустил ошибку. Причем я допустил довольно серьезную ошибку. Поэтому я даже не буду никак, как бы, бомбить на этот счет или еще что-то. Потому что все абсолютно честно. Так, идем дальше. Идем дальше. Тут у нас Sunrise Scorpion. Неплохой ник. Ой. Ой. Вот здесь вот мне что-то это все не очень нравится, ребят. Сразу видим, что он нас сразу начинает бомбить просто со всех оружий, можно сказать. Так, у него отталкивание еще... Надеюсь, что не будет. Поэтому я, наверное, подойду вот сюда лучше. Хотя он мог и здесь оттолкнуть, в принципе. Неприятный противник. Очень неприятный. Могу только это сказать. Так, давайте мы, наверное, сделаем вот так и вот так. Просто по максимуму мы снимаем хп и надеемся, что его следующий робот будет слабый. Просто остается надеяться лишь на это. Больше не на что, к сожалению. К сожалению, больше не на что. Так, идем по максимуму. 58 хп у него остается. Он с одной пухи нас сносит. И запутан. Ой, зачем так? Не знаю. Мне кажется, это ошибка с его стороны, ребят. Потому что он мог с одной пухи нас снести и уже второго выстрелить по основному нашему роботу. Так, давайте. Смотрим изоляцию и смотрим на его следующего робота. Это, возможно, имеет смысл сразу сдаться. Сейчас посмотрим. 1409. Ладно, давайте попробуем. Давайте попробуем. У меня есть сомнение, что мы сможем снять 1500 хп, когда у нас все вышло сейчас. Ну и по урону. Блин, ну по урону, да. Это, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Давайте посмотрим, что это там. Это 100% поражение. Поэтому не будем даже особо тратить время. Поехали дальше. Посмотрим, что будет дальше. Уже два поражения, кстати говоря. Мне это уже не нравится. Это уже не очень хорошо. Так, здесь робот. Ну, не сильно сложный, скажем так. Скажем так, не сильно сложный. И, наверное, дрона я уже готов включить. Здесь, наверное, готов сделать вот так. Я думаю, что это разумный ход, потому что у нас с вами и дрончик будет атаковать. И, да, он сможет использовать две свои пушки. Скорее всего, эти две, да. А, на эту не хватит. Угу, угу. Значит, с его стороны это был не самый хороший ход. Наверное, он сейчас отойдет. С его стороны разумно был... О, даже так сделано. Слушайте, ну не знаю, насколько это для него разумно, потому что я его сейчас просто разбомблю своими. Аннигиляция, Найтфолл. Аннигиляция, Найтфолл. Пам-пам-пам-пам-пам. Готово. Кстати, пушка не слабая, на 361 бьет. Я даже не заметил, с какого выстрела, что она так мощно вдарила по нам. Это было нехило, надо заметить. Очень даже нехило. Давайте мы поближе к нему подойдем, чтобы его уже добить. Готово. Смотрим дальше. Кто у нас следующий? О, сынок, прости, конечно. Прости, конечно, но ты можешь выключать сразу. Не, смотрите, решил не сдаваться. Молодец, конечно. Что я могу сказать? Найтфолл, аннигиляция, дрон, и у него остается 63 кп. Даже если он нашего отца как-то загасит. О, сынок. Да. Ну что, так даже интереснее, ребята. Так даже интереснее. Ты уничтожил моего отца. За это я накажу тебя. Пошел, мол. Готово. Просто с мяча красиво его добили. И это вторая победа. 2-2 пока что идем. Пока что идем 2-2. Получаем за это золото дополнительное. 15 тысяч. Очень хорошо. Это очень хорошо, ребята. Получается, что мы уже 30 тысяч с вами заработали. Уже 30 тысяч просто за два боя. Так, слушайте, тут мне кажется, мы должны победить. Мне кажется, здесь мы должны победить. Потому что, сами видите, ну, как бы суперслабый молот. Как бы, ну, вот этот робот, конечно, ничего. Но и то он очень слабый. Не, я думаю, что здесь, ребята, этому нашему товарищу не поздоровятся. Есть у меня такое ощущение. Посмотрим, конечно, как будет все дальше развиваться. Но есть у меня такое ощущение. Так, ну что, Дэниел? Давай, давай посмотрим, что к чему у тебя. Так, он нас жестко пытается перегреть, да? Я, наверное... Не, 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 не. Не буду рисковать, ребята. Выключу двигатель. Выключу двигатель. Потому что иначе просто будет супернеприятно. Здесь вот он сейчас использует вот эту пушку. А, просто он так вышел. Нифига, у него далеко отступают ноги. Ладно, ничего страшного. Все хорошо, ребятки. Все хорошо. И я, наверное, здесь 303 ему не смогу снять. Поэтому сделаю просто вот так. Пока что все нормально. Пока что все нормально. Сколько у него стоит? 120 кп. Следующего робота мы в любом случае сможем ему снести вообще без проблем. Смотрите, какие у него шрамы уже остаются. Прямо на его красивеньком роботе. Так, хорошо. 335. И, ну, робот тут в любом случае добьет, правильно? Поэтому давайте выключим двигатель, чтобы мы были готовы к следующему роботу. Я просто не помню. Ну, может, даже было и не выключать. Потому что и так бы у нас перегреть не смогут. Хорошо, ребята. 3, 2. Уже нормально. Уже нормально идем. И сколько у нас тут осталось еще выполнение? Давайте я его до конца добью. Ну, или хотя бы еще один раз. Давайте еще хотя бы один раз. До первой победы, короче, играем. До первой победы. Блин, кстати, вот здесь может быть вполне поражение. Смотрите. Вот этот робот. Да у него все роботы, в принципе, неплохие. Возьмет он, понятно, первые двух. Но очень неплохие роботы. Очень неплохие. Слушайте. Здесь может быть поражение. Как бы мне этого не хотелось. Но возможно, что здесь будет поражение. И мне это очень не нравится, дорогие друзья. Само собой. Само собой мне это вообще не нравится. Так, хорошо. Давайте попробуем через трюк молот пойти сделать первый ход. Понятное дело, что у него еще и на 300 хп было больше в самом начале. О, и Найтфилл прокачанный. Да уж. Неприятная ситуация. Основенно неприятная. Ладно. Идем просто опять же по максимуму. 373 хп у него остается. Очень неслабо мы ему снесли. Но он нас перегревает очень неслабо. Сами видите, в чем проблема. Дрончик еще нанесет урон. Ну и плюс у нас с вами тепло здесь заканчивается. То есть у нас будет только один ход. К сожалению. Ох, сложный противник. А, и он решил переключиться. Разумно, ребят. Это тоже с его стороны достаточно разумно. Как я здесь хочу сделать. Он нас перегреть все равно. Ну, он сможет через эту бомбу пойти. Вот в чем проблема. Блин, сложная ситуация. Ладно, пойдем. Пойдем через Найтфилл. Попробуем снести ему как можно больше хпшки тоже. Чтобы нашему сумку осталось меньше работать. То есть, по сути, у него здесь 500 хп. И там где-то в районе 500, да? А, и он не сможет второй ход. Да, очень хорошо. Очень хорошо. А, у него есть бомба. Блин, вот это очень плохо снова. У нас прямо жестко идет разнобой. От очень хорошо до очень плохо. Давайте через Найтфилл, наверное. Так, хорошо. Сейчас он нас добьет с помощью. Ага, понятно. И у нас остается с вами только через СНК действовать. Ну, вся надежда на СНК, ребят. И надеюсь, что он справится. Давай, давай, смотрим. Значит, здесь через Абоминейшн я 100% выигрываю. И при этом отталкиваю его. И дальше можно попробовать сыграть через Дезоляцию. Посмотрим. Ну что? Вот он момент истины, дорогие друзья. Смотрим. Даже так он решил сделать. Блин. А вот для нас это как раз таки не очень хорошо. Ладно, попробуем. Идем через Дезоляцию. Добиваем его. И здесь, возможно, я включу дрона. 373 хп у него, да? Блин, он тоже нас будет фигачить со всех сил. Правда, у него в основном здесь, может быть, даже имеет смысл сюда вот телепортироваться. Ребят, я, наверное, так с вами и сделаю. Возможно, что это была ошибка. Я этого допускаю вполне. Но мне кажется, что шансы есть. Потому что что он может сейчас сделать? Он сможет выставить... А, у него нет даже патронов на этой пухе. Фу! А это очень хорошо, что мы это сделали. Это очень хорошо. Потому что у него здесь нет никаких уже вариантов. Что он сможет сделать? Ударить с молота. Подойти ударить с молота. Либо телепортировать... А, у него он уже телепорт... Нет, он использует телепорт на том роботе. Да, он бьет с молота. Так, окей, 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 окей. Здесь как я могу сделать? 160, 255. Либо 160, 255. Я, наверное, хочу сделать даже все-таки вот так. Раз. Два. В следующий ход я побеждаю. Если он сейчас не сделает что-то просто из рук вон выходящее, то так он будет делать еще один удар молотом. Терпим. Терпим, ребята. Сможем ли мы вытерпеть? Сможем или нет? Сможем или нет? Вот в чем вопрос. Да, сможем. Так. Самый решающий момент. Смогу ли я добить его теперь? Да, смогу. Фу! Это была одна из самых интересных битв вообще за всю мою игру в супремиях, ребята. Одна из самых интересных. Надеюсь, что вы оцените лайком, ребят. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну и, конечно, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылку в описании. Там вы сможете увидеть очень крутой конкурс на 10 тысяч рублей. С вами же был Ченаскин. Это было реально круто. До скорой встречи, дорогие друзья. И, пока-пока.